Здравствуйте, это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Я Андрей Норкин, мой коллега Иван Трушкин, мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня начнем, конечно, с ливанских пейджеров, потому что... Потому что с Торецка и Курска нам не разрешили начать. Но как бы мы не место встречи, мы можем себе это позволить. Игорь Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина Валерьевна. Ну что, мы можем с вами поговорить и про Торецк, мы можем с вами поговорить и, собственно, про Курск. Ну, если... Я думаю, вы видели эту фотографию, которая просто облетела все социальные сети. У нас ее назвали «Врата в ад», и эти «Врата в ад», конечно же, выбила Украина, когда приоткрыла их в Торецке с, знаете, вот этим вот видом из окна на пожар на военном складе. Что думаете по этому поводу? Потому что там ничего не говорят. Вы имеете в виду, прежде всего, то, что произошло в Тверской области, да? Да, да. Ну, здесь... Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, конечно, огромное спасибо генеральской коррупции. Потому что, конечно, заместитель министра обороны России генерал Булгаков, он, конечно, я не знаю, там... Можно ли в таких случаях, так сказать, награду какую-то давать или еще что-то, но я считаю, что, по крайней мере, в истории этой войны он заслуживает самых-самых добрых слов. Потому что, ну, во-первых, столько украсть, украсть все. То есть, на самом деле, все деньги, которые были выделены на укрепление вот этого склада, ну, действительно, огромное количество вооружения оказалось совершенно незащищено. И то, что, как он утверждал, что этот склад выдержит прямое попадание ядерного заряда, в результате, так сказать, вот все взорвалось из-за попадания дрона. Я понимаю, что украинские дроны сейчас, они становятся все мощнее и мощнее, но не настолько же. Поэтому, конечно, слава российской коррупции. Ни в коем случае не надо с ней бороться, надо ее всячески холить, лелеять и поощрять. Второе, безусловно, это, ну, это действительно, на самом деле, практически вся европейская часть России находится сейчас под угрозой попадания украинских дронов. Московская область, особенно такие районы, как Раменское, где уже не первый раз идет попадание вот в этот один из самых крупных нефтяных складов. Мурманская область, значит, Ленинградская область, ну, вот сейчас Тверская область, все это находится под ударом украинских дронов. И на самом деле, действительно, украинские дроны стали таким серьезным оружием, который существенно меняет ход войны. Так что я думаю, что это событие очень важное, то, что произошло. Ну, практически, ну, и кроме всего прочего, сам факт того, что, значит, огромное количество искандеров, крылатых ракет, огромное количество северокорейских боеприпасов, все это никогда больше не полетит в сторону Украины, никогда больше не будет убивать украинских граждан. Так что это очень-очень хорошее событие. 3,5 миллиарда за официальными данными было потрачено на укрепление этого склада, на его защиту, минус 3,5 миллиарда рублей, которые не пойдут на войну с Украиной, и которые, собственно, помогли уничтожить и то, что тоже могло бы пойти на войну с Украиной, но теперь останется навечно в российской земле. Видите, в этом мы не сходимся с Юлией Навальной и с фондом Навального, потому что мы за то, чтобы холить, лелеять коррупцию и поощрять ее дальше, чтобы она цвела и пахла на территории России. Да, безусловно. Здесь просто проблема в том, что есть люди, которые просто не заметили, что вот война, она все в корне изменила. И если до войны можно было бороться с российской коррупцией, это было, в общем, наверное, правильно, то во время войны понятно, что российская коррупция – это союзник Украины, безусловно, потому что все то, что украдено, это не пойдет уже на войну. И это, безусловно, серьезные изменения, которые, к сожалению, фонд борьбы с коррупцией не увидел. Ну и тут опять же такие, если мы, видите, про Торецк вспомнили, про Курск хотелось бы поговорить, потому что тут вдруг стало известно о том, что в России знали о наступлении, о готовящемся наступлении Украины на Курскую область, нашли документы, говорить о том, что они автентичны или нет, как бы рано, но, тем не менее, есть документы, которые подтверждали, что в России знали, что Украина собирается идти на Курск, ну и, собственно, должны были к этому подготовиться, но, получается, или не приняли к сведению, или рассчитывали на вот этот вот российский авось, или думали опять, что подготовились, но не подготовились, или же, ну, на самом деле эти документы неправда, и никто ни о чем не знал? Нет, все-таки, скорее всего, знали, происходит, а здесь же происходит, каким образом поступает какое-то количество разведданных, и только от командования зависит, принимать эти разведданные всерьез или нет. И в данном случае, видимо, решили, что это недостаточно достоверное сведение. Слушайте, Сталин получал до войны огромное количество самой разной разведывательной информации, и он исходил из того, что вот они договорились с Гитлером, Гитлер его не предаст, и поэтому он не верил собственной разведке, собственным агентам, которые его предупреждали о том, что в ближайшее время состоится вторжение. То есть это вопрос командования, доверяют ли они своей собственной разведке. В данном случае, видимо, по каким-то причинам российское командование решило собственной разведке не доверять. Ну, вот результат мы видим. Результат налицо. Значительная часть Курской области находится под Украиной. Ну, и хорошо. На самом деле, чем больше российской территории находится под властью Украины, тем лучше для этой территории, как мы выясняем сейчас, потому что, на самом деле, при украинцах гражданам России живется гораздо лучше. О чем, собственно говоря, они сами и говорят. Только теперь Маша Захарова говорит о том, что, видите, там в Курской области Украина концлагеря строит. Имеются многочисленные данные свидетелей. Они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке на пассажирский поезд. Вот все это документируется, в том числе документируются и новые факты расстрелов в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ним. Жестокое обращение, я так понимаю, что Маша Захарова сейчас говорит о том, что украинские военные предлагают местным посмотреть российское телевидение. Это какой канал? Считаю, что нам необходимо, вот после того, что случилось... Первую, с последнюю неделю, вот в Курской области, сделать такое возмездие. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Не даром... Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что не даром столько эвакуации. Не будем... Иначе к чего эвакуировать столько тысяч людей? Я с вами согласен. Я с вами согласен. Нет, это мое желание. Пока я не знаю, это желание. Ну, говорили, короче, практически. Если брак обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Это вообще ужас. Вот, наверное, именно это имеет в виду Маша Захарова, когда говорит о жестоком обращении с местным населением. Ну, вообще, я здесь с ней согласен, потому что просмотр российского телевидения, это действительно можно приравнять к пыткам. Поскольку я это постоянно делаю, я смотрю на российский телевизор, как медиакритик, то я знаю, насколько это тяжело. Так что да, да, пытки. Ну, в данном случае просто надо, чтобы люди знали правду, что с ними собираются делать, их же начальство. Но производит это тяжелое впечатление. Я согласен, здесь с Марией Захаровой нельзя не согласиться. А в целом, если говорить о количестве фейков, которые распространяются сейчас в отношении состояния именно в Курской области, то, пожалуй, можно твердо сказать, что вот этот вот мальчик в трусиках распятый на площади Славянской, дело его живет, он не умер, он постоянно воскресает, дело его живет, и он мультиплицируется. Потому что столько вранья. Ну, пожалуй, раньше, хотя врали всегда, безусловно, но сейчас это просто какая-то эпидемия вранья. Здесь и рассказы молодого человека, который возвращается из украинского плена, о том, что оказывается никаких... Я не знаю, если есть у вас это видео, то мы можем его показать. Это будет удивительно, когда российский военнопленный, который возвращается из украинского плена, говорит о том, что на самом деле там... То, что продвижение... Ну вот, если вы покажете... Да, давайте. ...бывиков было полностью остановлено, в том числе их заслуга. При этом наши ребята уверяют, что главной ударной силой были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. То, что продвижение... Натовцы не берут в плен. Ну, ему как-то посчастливилось. Ну, потрясающе, конечно. Живой парень, веселый такой, жизнерадостный. Возвращается из украинского плена и говорит о том, что никаких украинцев там не было. Заходили поляки, американцы. В плен они никого не брали, всех убивали. Ну, это вот как в том анекдоте про войну, что дед рассказывал, ну, а меня расстреляли. Вот, то есть, значит, всех их убили. Потом, видимо, зашли украинцы и всех оживили. Взяли в плен. Ну, потрясающе. Ну, и подобного рода материалов достаточно много. То есть, мальчик в трусиках, он живет и побеждает. Живительной водой отпоили. Я думаю, что Путину надо было не в Монголию ехать к шаманам, если он хочет продолжить жить в веках, а надо было в Украину ехать за живительной водой, за живительной влагой. Кстати, про шаманов. Опять же, такие, да, я знаю, что вы не любите теории заговора и всего подобного, но, тем не менее, как-то в последнее время прямо тема номер один. Все говорят о том, что Путин летал к шаманам, потому что хочет жить в веках и ездил он для того, чтобы узнать, как ему провести реинкарнацию, как же ему продолжить этот процесс. Не хочет таки к Абзону, не соскучился за ним и за концертами его. Понимаете, исключить этого, конечно, нельзя. Путин действительно, ну, это хорошо известно, что он действительно вместе с Шойгу летал к шаманам, там был чудовищный надругательство над живой природой, там в жертву были пронесены три верблюда. Это, в общем, достаточно документированный факт. Что касается его поездки в Монголию, я не знаю, что у него в голове, насколько желание встретиться с монгольскими шаманами было приоритетным, а желание покрасоваться на фоне победы 85 лет назад победы Соединенных Советских и Монгольских войск над японцами на реке Халкингол. Тут трудно сказать. Но в любом случае поездка была, встречался он там с шаманами или нет, неизвестно. Но если встречался, то что ему шаманы сказали, поощрили они его, так сказать, к дальнейшей войне, говорят о том, что они даже одобрили его идею нанести удар ядерным оружием. Ну, по крайней мере, я думаю, что... Вообще вот в этом я сомневаюсь, потому что все-таки шаманы вряд ли захотели бы сами погибнуть в Третьей мировой ядерной войне. Поэтому здесь я сомневаюсь. Но в любом случае то, что Путин верит во всякую черту, вообще, ну, это очевидно. Ну, это, на самом деле, мне кажется, просто еще один штрих, подчеркивающий то, что Путин человек глубоко необразованный. Вот. И... Ну, это, в общем, более-менее не так известно. Достаточно послушать его исторические всякие сказки, чтобы понять, что человек просто плохо учился. И в школе, и в дальнейшем в институте. Про шамана. еще одного, который сидит в союзном государстве, в некотором царстве, в союзном государстве. Я Лукашенко. Там к нему Чепушилин приезжал в гости. И Лукашенко, этому самому Чепушилину, который, в принципе, никто и фамилию-то его никому знать не надо. Но, тем не менее, он почему-то себя считает главным в никому неведомой стране Денерии. Ну и, собственно, он поехал к Лукашенко о чем-то там важном, нужном поговорить. И Лукашенко сказал, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же, собственно, началах, как это происходило и ранее. Кроме того, сказал, что в этом сотрудничестве нужно избегать любых посредников. И тут как бы вопрос, кого именно имел в виду Лукашенко, говоря о посредниках. Вот в чем вопрос. Потому что, по-моему, только Путин между Украиной и Беларусью-то и находился все это время. Знаете, для Лукашенко характерно удивительное умение находить пространство для маневра, даже находясь, когда он находится в, так сказать, в каком-нибудь заднем кармане у Путина. Он все равно умудряется там, находясь, вот торчая в заднем кармане Путина, находить пространство для маневра. Сначала он долгое время это пространство для маневра было между Путиным и Европой. Потом, когда это пространство исчезло, он смог лавировать между Путиным и Китаем. Ну, вот сейчас вы видите, так сказать, он пытается каким-то образом привлечь к этому Украину. Дело безнадежное, но он умудряется. человек, который, конечно, обладает гораздо более, большим опытом выживания, чем Путин, все-таки 30 лет у власти, и, в общем-то, с гораздо меньшими ресурсами он умудряется политически выживать. Так что, я не исключаю, что во всем этом тандеме Лукашенко умудрится, может быть, даже пережить Путина политически. хотя есть вероятность, что оба эти тоталитарных диктатора пойдут к дну одновременно. Но, опять-таки, мне это напоминает маневр в сторону Европы, и в этом заднем кармане штанов Путина такое ощущение, что Лукашенко говорит «Help me, Европа, я же вот хочу к вам, я вот, я готов работать с Украиной, я готов говорить о чем-то с вами, просто дайте мне руку, пожалуйста, мне нужно как бы вылезти из этого заднего кармана штанов Путина, ну, мне, по крайней мере, это выглядит так. Я думаю, что для Путина это выглядит приблизительно так же. Да, это так, но, понимаете, для Путина есть проблемы. Дело в том, что, конечно, Путин может, так сказать, без особых трудов уничтожить Лукашенко как политический фактор и как форму существования белковых тел. То есть, здесь большой проблемы нет, но весь вопрос заключается в том, как быстро его заменить и кем его заменить. То есть, поставить туда просто какого-то, ну, все-таки Беларусь это достаточно серьезная страна, несмотря на долгие годы властью Лукашенко, тем не менее, так сказать, быстро и безболезненно заменить Лукашенко кем-то другим не получится. Поэтому Путин вынужден терпеть Лукашенко так же, как Лукашенко вынужден терпеть Путин. Они все-таки связаны одной цепью. И то количество преступлений, которые совершил Лукашенко, все-таки не позволяет ему рассчитывать на какую-то помощь Европы и на взаимодействие с Украиной. Все прекрасно понимают, что Лукашенко при любом повороте просто предаст. Поэтому он может, конечно, тянуть ручки сколько угодно, но я думаю, что ответ на протянутые руки он не дождется. Про пополнение опять-таки вспомнили. И тут западные издания пишут, что как будто бы Минобороны РФ в какой-то момент давила на Путина для того, чтобы провести новую мобилизацию, потому что чем-то надо пополнять эти белковые тела или же двуногих, или как их там можно еще назвать, кто идет и подписывает контракт в армию РФ или же идет по принуждению, тем не менее. Говорят, что это делал еще Шойгу, когда был на этом месте. Сейчас Белоусов пытается намекнуть Путину о том, что мобилизация это следующий шаг, который нужно делать. Путин, конечно же, пытается делать вид, что никакой мобилизации нет, просто увеличивает штат Министерства обороны на 130-170 тысяч боевого состава, ну и так далее, чтобы не выглядела мобилизацией, а выглядела как-то по-другому. Как думаете, придет Путин к мобилизации или все же вот таким образом будет увеличивать, увеличивать и увеличивать кратное Министерство обороны? Вы знаете, всякий раз, когда мы пытаемся угадать, что происходит вот в этом сумеречном пространстве между ушами Путина, есть серьезная проблема. Мы не знаем, насколько он все-таки безумен. Значит, с точки зрения здравого смысла, конечно, мобилизацию проводить нельзя, потому что в 2022 году осенью, когда была вот эта частичная мобилизация, 300 тысяч удалось отправить на фронт, но свыше миллиона покинули Россию. И а сколько спряталось от мобилизации внутри России, мы не знаем. Ну, явно несколько миллионов. Поэтому россияне не хотят воевать, это совершенно очевидно. Ну, по многим причинам, главной из которых просто никто не понимает, зачем эта война. Просто никто этого не понимает. И Путин сам не может внятно, если нараздельно ответить. Мотивации идти на эту войну нет совсем. Значит, поэтому проводить мобилизацию, это, в общем, достаточно бессмысленное занятие. Есть возможность, по крайней мере, на сегодняшний момент у Путина есть возможность пополнить запасы пушечного мяса двумя способами, что, собственно говоря, сейчас и делается. Один способ это покупать просто пушечное мясо, когда суммы, которые выплачиваются за подписание контракта, уже давным-давно перевалили за 2 миллиона. И там уже идет конкуренция между субъектами федерации, сколько кто заплатит. То есть, ну, короче говоря, знаете, как в таких случаях циничная пословица, что если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а затраты. И поэтому первое это покупка пушечного мяса. И она, в общем, довольно успешно идет, хотя, конечно, приходится все время повышать цену. Второе это, так сказать, за счет призыва. Хотя призыв формально, вроде как, это не не мобилизация и, так сказать, эти люди не должны оказаться на фронте, но, знаете, все же относительно. В данном случае человек, который подвергся призывам, попал в российскую армию, через какое-то время подвергается такому воздействию, что вдруг неожиданно подписывает контракт с Министерством обороны. И если командованию этих частей дано задание, то 90% из призывников они не в состоянии противодействовать тому давлению, которое на них оказывается в армии. И их, так сказать, извиняюсь за выражение старшими товарищами. Потому что в армии человек бесправен и давление выдержит далеко не каждый. Поэтому а призыв это примерно порядка 130 тысяч человек. Вот вам, пожалуйста, частично за счет призыва пополняется пушечное мясо частично за счет покупки. Так что у Путина есть альтернатива. И я не буду рисковать что-то прогнозировать, но мне все-таки представляется, что, скорее всего, Путин попытается обойтись без всеобщей мобилизации. Скорее всего. А почему он ее так боится? Ну, то есть, ну, испортится у населения России что, настроение по этому поводу? Упадут его рейтинги, но они ни на что не влияют. Он себе правит Россией и дальше. Что поменяется? Нет, вот это как раз не имеет никакого значения. Проблема просто заключается в том, что вот такая вот насильственная мобилизация, она приводит, ну, извините, вот я сейчас выскажусь так немножко неполиткорректно и негуманно, она приводит к ухудшению качества пушечного мяса. Потому что одно дело, когда человека покупают, просто платят ему деньги, да, это, конечно, неприятно, Путин очень так к деньгам относится с большой нежностью, расстается с ними с трудом, но, тем не менее, для войны ему ничего не жалко. А другое дело, когда человека ищут, значит, каким-то образом находят его где-то, там, либо на границе останавливают, куда он пытается сбежать, либо находят его где-то на съемной квартире, вот, и отправляют на фронт. Это совершенно другое качество кушечного мяса. То есть, человек потенциальный дезертив, человек потенциальный вот клиент украинской программы «Хочу жить». Да, то есть, вот это вот, то есть, это человек, который потенциально готов уже, уже полностью созрел для того, чтобы попытаться перейти на сторону Украины. Ну, по крайней мере, если не в качестве бойца добровольческих подразделений российских, то в качестве просто военнопленного. То есть, пушечное мясо, которое изготовлено вот таким вот образом, насильственным, оно просто хуже качества. Я не знаю, присутствует ли в голове Путина, еще раз говорю, голова Путина это предмет крайне темный и, как говорится, исследованию не подлежащий. Но я думаю, что с точки зрения здравого смысла это очевидное рассуждение, поэтому Путин до сих пор не прибегает к всеобщей мобилизации. Еще один вопрос про пополнение, потому что, как минимум, 14 граждан африканской Ганы обманом заманили в РФ, якобы на работу, далее отправили на войну под Донецк, африканцев, не знающих русского языка, заставили подписать трудовые договоры, которые на деле оказались контрактами с российской армией, теперь их насильно удерживают Донецк и угрожают отправить в мясной штурм. Перед этим аналогичная история была с гражданами Индии и Моди приезжал именно с этим тоже поговорить о том, чтобы их отпустили с армии России. И тут мы опять вспоминаем Путина, который говорит, да у нас потенциал 140 миллионов, мы тут армию соберем вот так в два клика, в два счета, просто тут уже армия поклонников войны стоит под стенами Кремля. А с другой стороны, вот мы видим 14 граждан африканской Ганы отправляют воевать за Путина, за Россию по неизвестным для них причинам. И первый вопрос в том, почему так, то есть как бы кто-то из них где-то врет, наверное. А другой вопрос, Индия и Африка, они как бы вроде партнеры с Россией, но опять-таки то, что их граждан отправляют на войну, которую они не выбирали, возможно у них немножко испортится отношение международное или на это не стоит рассчитывать? Нет, я думаю, что во всех этих странах, хотя Индия безусловно демократическая страна, но тем не менее и не случайно, что премьер-министр Индии приехал в Россию для разговора с Путиным, в том числе для того, чтобы вытащить своих сограждан, потому что в отличие от Путина, конечно же, премьер-министр Индии зависит от своих избирателей, это совершенно точно. Но в целом, скажем так, по структуре ценностей, все-таки, хоть и демократическая страна, Моди вряд ли, так сказать, будет как-то очень сильно менять отношение к Путину из-за вот такого отношения к своим гражданам, потому что все-таки для него, так сказать, дешевая нефть российская, она важнее. Так что вряд ли можно ожидать изменения отношений. Моди как торговал с Путиным, как обеспечивал его все-таки, ну хотя прямо скажем торговля за рупии это тот еще подарок для российской экономики, но тем не менее вряд ли это как-то существенно повлияет на отношения Моди с Путиным. Так что здесь рассчитывать не приходится. Ну а тем более в африканских странах, где в общем-то как правило так сказать ценность человеческой жизни не очень велика. Я что-то не помню, чтобы кто-то из лидеров африканских стран приезжал вытаскивать своих граждан из российских казах. Так что я думаю, что вряд ли. Ну а в целом то, что подчиненные Путина пользуются любыми способами, чтобы пополнить вот этот вот запас свежего пушечного мяса, это ну это просто знаете, им же надо отчитываться, поэтому берут все, что плохо лежит. В данном случае плохо лежали индийские граждане и африканцы. Хотя еще раз подчеркиваю, опять-таки к вопросу о качестве пушечного мяса. Ну что такое в современной войне, это же не ситуация, так сказать, когда воевали там камнями и палками. Это ситуация современной войны, в которой человек, который не знает языка своей армии, в общем-то вряд ли может быть полноценным солдатом. Про тех, кто с Путиным за деньги, давайте еще тоже поговорим. Здравствуйте, там недалеко от вас Афтерович засел противник, фамилия его Дмитрий Рашковский, некий представитель комендатуры ВСУ в Курской области. И пан Дмитрий Рашковский заявил, что ВСУ остановили контрнаступление российских войск в Курской области. По его словам, россияне вошли в один из населенных пунктов, начали бой за другой населенный пункт, но это все. Афтерович, чудеса. Женя, добрый вечер. Ну, конечно, вот как раз если он скажет, где он находится, я бы к нему прогулялся или отправил бы свою разведгруппу для того, чтобы она прогулялась к нему в гости. Вряд ли он находится в зоне нашей досягаемости, конечно. Ну, и по поводу того, что он говорит, что он остановил наступление российских войск, он, наверное, забыл, что это они должны были взять Курск, что они должны были взять Курчатов. Это мы остановили наступление не украинских войск, а консолидированных войск, наверное, блока НАТО, управляемых блоком НАТО, руководством Америки непосредственно. И это мы им нанесли такое серьезное поражение, что они до сих пор не могут опомниться и прийти в себя. Получается, как-то так, говорит АПТИ. Ну, вот они, конечно, с удовольствием, если бы знали, где находится комендатура, они бы приехали. Просто город Суджа им неизвестен, поэтому вряд ли они могут к нему дотянуться, потому что они не в зоне досягаемости, конечно же, но они с удовольствием туда бы наведывались, когда бы там не было ВСУ. А поскольку там ВСУ, то что туда ехать, вот это вот бензин тратить, непонятно куда. Тем более кибертраки блокируют, вот Илон Маск собственно подарил сначала, а теперь блокирует главнокомандующему АПТИ Алаудинова. Так вот, говорит, мы бы, конечно, приехали, но не можем это сделать, и вот они такие крутые взяли и остановили все продвижение, поэтому никто на Курск не пошел, и никто никуда все не ходит, и они никуда не ходят. Очередные истории очередной победы. Мне интересно, как это? People это have it? То есть, ну как бы всех все устраивает, всем все нравится, все хорошо, вот эти вот месседжи, они заходят? Мне трудно сказать. То, что российская пропаганда экспериментирует, и в частности я считаю, что вот этот вот стендапер Апти Лаудинов это безусловно эксперимент, потому что явно он сейчас пробуется, проходит кастинг на роль главного рупора Министерства обороны. Ну, видимо, значит, потому что постоянно, как какой-то разговор о войне в телевизоре, то вот это вот самое Апти постоянно вылезает на экран. Значит, видимо, все-таки приелся генерал Коношенков с его, так сказать, таким деревянным враньем, когда он стоял просто как фанерный такой и врал про сто пятьсот миллионов уничтоженных каждый день. Видимо, это все-таки как-то приелось. И решили попробовать такого более, более, так сказать, живого, более бойкого человека, который, так сказать, ну, врет как-то изобретательно, с настроением, вот, ну, и так вот с каким-то национальным колоритом, вроде как, еще к тому же чеченец, что тоже, видимо, такой эксперимент. Ну, в данном случае, конечно, выглядит это исключительно как какой-то стендап, потому что человек, который являлся командиром чеченского подразделения, ну, вернее, я зря употребляю слово чеченцы, потому что они не чеченцы, это кадыровцы. Это особый, скажем, уже образовавшийся такой политический субэтнос, суть которого предательство, потому что это серьезно отличается от чеченского народа. Вот, и, значит, известны, главное, чем они известны, вот эти вот кадыровцы, тем, что при виде украинских военнослужащих, они бежали со скоростью рекордной для человеческой локомоции. Это точно так же, как они старались предельно снизить скорость передвижения, когда им было поручено вытеснить войска Пригожина из-за Остова. Они так медленно шли, что не успели до конца этого мятежа. Вот, и здесь действительно, то они не могли никак найти, когда их спрашивали, почему они не остановили украинские войска, когда те заходили в Курскую область, то то же самое Аптила Аладдинов заявил о том, что они их не встретили. Вот, понимаете, украинцы как-то так невидимыми прошли в Курской области, войска Аптила Аладдинова их не заметили, не увидели. Поэтому раз не увидели, то и не остановили. Это удивительное, конечно, существо. Видимо, все-таки идет такой эксперимент. Пробуют такого достаточно комичного упыря, пробуют на роль главного спикера Министерства обороны. Не знаю, я рейтингов не видел, не думаю, что они сейчас даже есть, но, по крайней мере, такой вот своего рода эксперимент. еще один голос из, можно сказать, из ада, потому что очень редко можно увидеть Пескова, он обычно вещает по телефону, по очень плохому телефону, там, где очень плохая связь. Наши военные делают свою работу, они ее сделают, контроль будет восстановлен, как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными. У нас в этом сомнений нет, у нас в этом никаких сомнений нет. Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена. Своевременно исправлена ситуация в Курской области. А своевременно это когда хочется спросить у Пескова. Конечно же, журналисты у него этого не спросили. Во-вторых, если такая чрезвычайная ситуация, то как вы на нее реагируете? И почему об этой чрезвычайной ситуации никто ничего не говорит в эфирах на Первом канале? Потому что Захарова говорит, там концлагеря, Песков говорит о том, что там чрезвычайная ситуация. Ну и все на этом. Нет, ну появляется в каких-то телеграм-каналах очередные мальчики распятые очередные рассказы о том, что там зверские украинцы старикам гуляют. Поэтому Украина сказала миссия ООН Международный Красный Крест. Пожалуйста, приходите, мы вас готовы провести, дать вам место. Вот у нас комендатура есть, мы выделим вам кабинет, смотрите, ходите, записывайте. Что хотите, то и делайте. Ну, именно поэтому российская страна отказалась воспринимать Красный Крест как, так сказать, ту институцию, ту структуру, по которой нельзя стрелять. Поэтому вопрос о том, чтобы продолжать врать, а поскольку присутствие Красного Креста сделает это затруднительным, поскольку вот есть объективные наблюдатели, которые не подтвердят все эти страшилки и страшные рассказки. поэтому Россия оказалась против, так что здесь все достаточно очевидно. Ну, и кроме всего прочего, нет ни одного свидетельства, на самом деле нормального, документированного каких-то несоответствующих правилам ведения войны, поведением украинских войск. Напротив, украинские войска здесь ведут себя подчеркнуто, демонстративно цивилизованно, демонстративно, гуманно по отношению к местному населению, ну, в том числе для того, чтобы показать разницу между собой и вот этой оккупационной российской ордой. Так что ситуация складывается, конечно, в целом не в пользу России в этом эпизоде войны. Хотя, безусловно, переоценивать успехи, недооценивать силу оккупационной армии не стоит. Идет тяжелая война, явно война, которая затянется. И здесь вопрос о том, кому выгодно затягивание войны, это вопрос очень спорный. С одной стороны, у России, безусловно, ресурсов больше, с другой стороны, каждый раз в результате затягивания войны мы видим, что происходят какие-то вещи, которые являются неожиданностью для российского командования. Ну, например, тот же самый заход на территорию Курской области. Это явно была неожиданность, это явно было проявление вот такой асимметричной войны. Те же самые дроны украинские, которые сегодня действительно уже полностью долетают и представляют угрозу любой точке на европейской территории России. Мурманск, Москва, Питер, Тверь, ну и собственно говоря, далее везде. То есть, в общем, в принципе, украинские дроны стали действительно серьезным фактором, представляющим угрозу для военного потенциала России. Плюс к этому у меня нет ни малейшего сомнения, что, к сожалению, преступно запоздало решение об отмене запрета на удары западным оружием по российской территории, это решение все-таки произойдет. И вот это, безусловно, еще серьезно изменит ситуацию. Ну, не радикально, это, безусловно, не приведет к прекращению войны, но станет серьезным фактором, который ославит то самое военно-техническое преимущество России. Так что затягивание войны это такая обоюдоострая вещь. С одной стороны, за счет больших ресурсов это выгодно России, с другой стороны, за счет того, что Украина все время придумывает какие-то асимметричные методы, это, в общем-то, оказывается на пользу Украины. Каков баланс этого я не знаю, но в любом случае затягивание войны это неизбежный факт, потому что на сегодняшний момент очевидно, что единственный человек, который может прекратить войну прямо сейчас, это Путин, а он этого точно не сделает. Но Путин может легко прекратить войну, хоть за секунду, дать команду отвезти свои войска, и Россия при этом ничего не теряет. Но он этого не сделает. Поэтому война, видимо, к сожалению, будет затянута, и дальше будут гибнуть люди. Единственное, конечно, можно рассчитывать на черного лебедя, который прилетит и клюнет вместо жареного петуха, клюнет в эту преступную голову. Но, к сожалению, здесь это дело непредсказуемо. То, что эти птички из Австралии прилетают всегда неожиданно и не всегда вовремя, это исторический факт. Еще одно заявление этой недели, это заявление польского МЗС Радослава Сикорского о том, что делать с Крымом. Каждая страна имеет свое право думать что-то или же предлагать что-то. Я понимаю, что Крым это Украина, и ничего этого не изменит. Мы понимаем, что Крым обязательно вернется под контроль Украины, и наши ВСУ над этим работают, и Генштаб работает, и президент тоже делает все возможное для того, чтобы Крым как можно скорее вернулся под контроль Украины. Тем не менее, прозвучала идея о том, чтобы мандат ООН зашел в Крым и на 20 лет отложить проведение честного референдума. Такое предложение прозвучало, вопрос даже не так Польша как понятное дело к России, потому что Польша видит это как обоюдное согласие России и Украины на то, что миссия ООН или мандат ООН будет на территории Крыма. Песков несколько слов по этому поводу тоже сказал. Предложили передать Крым под мандат ООН по мнению главы МИДа Сикорского это нужно сделать, чтобы подготовить честный референдум о садосе Крыма и провести его через 20 лет. Что думает о этом Кремле? Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно, российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий. Мне кажется, Песков не расслышал вопрос, потому что не про Курск шлось, а про Крым, но как бы там просто схожие названия, поэтому, наверное, Песков перепутал. Тем не менее, как вы думаете, насколько это предложение актуально и уместно? Вы знаете, это тот случай, когда я согласен с Песковым. Я считаю, что это абсурдное предложение. Но только по прямо противоположной позиции. Я смотрю на это диаметрально противоположной позиции. как ни странно, предположности иногда сходятся. Я считаю, что это абсурдное предложение по многим причинам. Во-первых, потому что, понимаете, никто же не обсуждает принадлежность к какой-то польской территории. Да, когда-то в незапамятные времена Варшава тоже была частью России, но никто же не предлагает проводить референдум по поводу принадлежности Варшавы. Поэтому я считаю, что подобного рода предложение абсурдно по многим причинам. Во-первых, потому что никто же не обсуждает. Понимаете, обсуждать чужую территорию, территорию международно признанную украинскую, это, мне кажется, некоторая бестактность. Без Украины тем более. Второе, очевидно, что это абсурдно, потому что на это не согласится ни Украина, ни Россия. Это тоже очевидно. Ну и сама идея проведения референдума в Крыму, когда бы то ни было, при том, что Крым все это время находится, ну вот разговор о том, что там будет какой-то мандат ООН, каким образом, это что? Это туда должны войти, под чьей властью все это время будет находиться Крым, конкретно, чья будет власть в Крыму. Если российская власть, то проводить референдум в сегодняшнем Крыму при российской власти, это надсмешка над здравым смыслом. Во-первых, потому что в Крыму в значительной степени замещено население, просто замещено, оттуда вытеснено огромное количество жителей Украины, оттуда вытеснены крымские татары, оттуда вытеснены украинцы, которые не соглашались жить под московской властью. И в то же время туда завезено уже достаточно большое количество россиян из глубины России, те же самые чеченцы туда приехали и заняли дома, из которых изгнаны украинцы. И с какой стати проводить население, проводить референдум? Понимаете, сначала оккупанты заняли условно говоря, представим себе, что оккупанты заняли вашу квартиру, и после этого среди этих оккупантов будет проведен референдум о том, кому эта квартира принадлежит. Это с какой стати? Это по какому закону? Вообще по какому закону будет проведен этот референдум? Опять-таки по закону Украины это не предусмотрено, по закону России тем более, по какому такое? Это надо придумывать какое-то международное право, по которому будет проведен этот референдум. Кто будет его проводить? Кто будет подсчитывать? Вообще сам факт проведения референдума по Крыму это абсурд, потому что это не соответствует никакому международному праву. Поэтому с моей точки зрения я не собираюсь обсуждать, не мое дело обсуждать польскую власть. Поляки это союзники Украины и одни из самых горячих сторонников Украины, но это тот случай, когда представитель очень лояльный по отношению к Украине власти сказал глупость. Вот я это именно так и воспринимаю. Это действительно абсурдное предложение и я в этом смысле вынужден согласиться с Песковым, хотя по прямо противоположным резонам. Игорь Александрович, я в очередной раз благодарна вам за разговор. Спасибо, Екатерина Валерьевна, слава Украине и до встречи через неделю. Героям нашим слава и до следующей встречи. Дякую всем, кто был с нами вести час. Дякую за ваши подобайки и комментарии, которые вы оставите под видео. Мы их видим, они для нас очень ценны. Ну, конечно, оставьте с нами и по-бачимуся с вами. Па-па. Продолжение следует...